Чем запомнилась первая рабочая неделя Нового года в регионах? Об этом расскажем прямо сейчас в программе «Середина земли. Иркутская область». Меня зовут Яна Романова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Шапаренкова изучила тарифы. Давайте посмотрим ее в сюжет. Студентка Любовь Мухаммадеева живет в Иркутске, ездит к родителям до Слюдянки. Этот неближний путь Любовь преодолевает не часто, только по выходным, но уже успела привыкнуть к такому маншруту. Стоимость проезда от Иркутска до Слюдянки с привычных 140 сейчас поднялся до 150. Любовь признается, разницу заметила, но деваться некуда, платить все равно приходится. Расстояние, ну, такое не слишком большое, так что как-то не особо ощущается. Вот если на дальние расстояния ездить, там, да, рублей на 50. Таких пассажиров, как Любовь Мухаммадеева, тысячи. Только в одном направлении до Слюдянки в день 19 маршрутов. Первой в половине шестого утра. И так через каждые 40 минут. Места в автобусе всегда заняты. Кассир Валентина Якушева говорит, несмотря на повышение стоимости проезда, пассажиров меньше не стало. По-прежнему ездят, да. Так же, как ездили. Поход не уменьшился, да? Нет. Ну, сейчас вот в начале января, нет, так затишим маленько, потому что после праздников. А так, как обычно, всегда. Несмотря на то, что спрос большой и к оплате добавили 10 рублей, водитель Анатолий Барняков говорит, погоды это не сделает. Считает, что оптимальная стоимость 180 рублей. Расходы в зимнее время слишком велики, тем более, что цена дизельного топлива с августа повысилась на 5 рублей. Повысается тариф проезда у нас, другие масла, горючий смазчный материал, все повышаются автоматически. Все, какие наценки проходят, они перекроются другими расходами. И все. Например, баллон стоил 3 рубля, а сейчас стоит 5 рублей. Разница уже есть, ощутимо же? Ощутимо. А это все покупается за счет извозчика. На сайте службы по тарифам Иркутской области есть три приказа 20 декабря прошлого года. Согласно этим постановлениям, с 1 января 2013 тарифы практически на всех видах пригородных и междугородних маршрутов обновились. Тариф пригородного следования повысился на 10 копеек за один километр. В среднем же официальное увеличение автобусных расценок составило 7%. Те же изменения и на железнодорожном транспорте. Стоимость проезда на пригородных поездах и ускоренных электричках увеличилась на 10%. Как правило, с нового года стоимость проезда на городской транспорт повышается. Однако пока ожидаемого роста цен на проезд в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах и трамваях не произошло. Цена, как и в прошлом году, осталась прежней – 12 рублей. Светлана Шваренко, Александр Мокин. Новости сейчас. А теперь узнаем новости городов и районов при Ангаре. Первым на связь готов выйти. В городе подвели итоги конкурса «Мой новогодний двор». Заявки на участие в смотре поступили почти со всего города. Каждый двор, который участвовал в конкурсе, неоднократно посещала специальная комиссия. В результате жюри пришло к общему решению, кому присудить первое место. Горка, снежные фигуры и крепость, ледяной лабиринт для самых маленьких ребятишек. Таким получился городок-победитель. Ледяные скульптуры также сделали с подсветкой, чтобы в вечернее время они выглядели более празднично. А сейчас на связи со мной Ольга Гайфулина. Она готова рассказать о других новостях Устилимска. Ольга, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Яна. Приветствуем вас, телезрители области. Подошла к своему завершению реализация двухгодичной программы модернизации здравоохранения. На что пошли средства в Центральной городской больнице Устилимска, узнаете из сюжета. В рамках программы модернизации здравоохранения ЦГБ, как и другие больницы области, получило средства на развитие трех важных направлений деятельности. Улучшение материально-технической базы, приобретение медоборудования, внедрение стандартов оказания медпомощи. За два года приобретено 41 единица медицинского оборудования, 38 единиц медоборудования приобретено за счет средств территориального фонда, за счет средств модернизации, и 4 единицы, 3 единицы приобретено за средства местного бюджета. Внедрение стандартов медицинской помощи включает в себя два направления. Это покупка медикаментов и повышение зарплаты медработникам. По словам главврача, эта часть модернизации исполнена на 99,5%. Пожалуй, одним из самых масштабных направлений модернизации стали капитальные ремонты в главном корпусе ЦГБ. На эти нужды только в 2012 году было запланировано почти 25,5 миллионов рублей. Опять же, в результате очередных аукционных мероприятий по окнам, опять же, есть экономия. Экономия в небольшом объеме, 300 тысяч рублей, которая пошла на установку дверей в отделении патологии наружных, уличных дверей. Из-за морозов конструкции пока не устанавливают. В целом, оценивая работу в рамках модернизации здравоохранения, главный врач ЦГБ пояснил, было нелегко, но с трудностями удалось справиться. Наталья Класнев, Виталий Таратутов, Новости ИРТ. Это все на сегодня. Спасибо за устойчивую связь. До свидания. Спасибо Усть-Алимску, Далее Вшелихов. За новогодние каникулы в некоторых городах области отметили настоящий бэби-бум. В Иркутске, к примеру, появилось на свет 107 малышей. Это на 84 малыша больше, чем за новогодние каникулы 2012. Первый ребенок, мальчик, родился 1 января в 00.45 в областном перинатальном центре. Всего там за праздники появилось на свет 106 ребятишек, в том числе 5 и 6 января две двойни. В роддоме во 2-м Иркутске родилось 52 ребенка, а в городском перинатальном центре врачи приняли 249 малышей. Большая часть новорожденных в Иркутске – это мальчики. А сейчас предлагаю узнать, как в Шелихове решает вопрос демографический. Ольга Зинина работает в студии. Ольга, вам слово. Здравствуйте. Яна, здравствуйте. В Шелиховском районе наблюдается естественный прирост населения. В местном роддоме новогодние праздники прошли плодотворно. О том, сколько маленьких шелиховчан появилось с начала 2013 года, расскажет Екатерина Улетенко. Этому малышу всего несколько часов от рождения. И уже совсем скоро его отнесут к маме для первого кормления. С начала 2013 года в Шелиховском роддоме на свет появились 16 детей. Каждый месяц, по словам врачей, в среднем здесь рождаются около 60 маленьких шелиховчан. Так, в 2012 году на свет появилось 738 малышей. По факту рождения второго и третьего ребенка в прошлом году родовые сертификаты получили 54% женщин. Из того количества женщин, которые получили родовой сертификат 99%, это очень хороший показатель. Из того контингента женщин, которые разрешились в возрастной группе от 16 лет до 35 лет, это получается в среднем, то есть разрешилось 85% женщин. Врачи отмечают, редко какой ребенок рождается сейчас абсолютно здоровым. А чтобы медицинская помощь была качественной и своевременной, нужно современное оборудование. В 2012 году по программе модернизации медицинских учреждений в Шелиховском роддоме появились новые аппараты. Прикроватные мониторы, которые позволяют следить за состоянием здоровья не только малыша, но и мамы. Ультразвуковой аппарат и новый инкубатор. Такие кувезы позволяют выходить ребенка весом всего в полкилограмма. Мы закупили сухожировые шкафы для обеспечения мер стивильности и безопасности медицинского инструментария. Дополнительно, получается, к этому оборудованию мы ждем, что получим фитальные детские мониторы, которые нам позволят качественно проводить диагностику внутриутробного состояния плода еще накануне наступления родовой деятельности и в процессе родоразрешения контролировать этот показатель. С 1 января 2013 года Шелиховская центральная больница перешла на финансирование областного бюджета. По словам заведующего родильным отделением Андрея Коноваленко, в этом году они надеются провести капитальный ремонт роддома. Здание сдано в эксплуатацию в 70-х годах. За это время проводился только текущий косметический ремонт. Начальный этап реконструкции уже начался. Во всем родильном отделении уже заменили старые окна на стеклопакеты. Екатерина Улитенко, Владимир Жданов. Новости Шелихов сегодня. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. До встречи на следующей неделе. Спасибо Шелихову. Сейчас в Ангарск. Там, похоже, вопрос демографический решен. А это значит, нужны новые детские сады. Их строят и открывают. Так новое дошкольное учреждение уже готово принять ребятишек. Подробности у корреспондентов телекомпании «Актис» и Натальи Зарубиной. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Яна. В последние дни уходящего 2012 года представители управления образования ОМО приняли после реконструкции здание детского сада номер 46 под названием «Цветочный сад». Изначально оно было спроектировано для ангарских дошколят, но долгое время использовалось в других целях. В 2013 году в этом учреждении будет действовать 4 группы для 100 ребятишек от 3 до 7 лет. Все помещения просторны и оборудованы. Закуплена специальная мебель, игрушки. Набран штат специалистов. На сегодняшний день мы набрали почти всех педагогов и младший обслуживающий персонал полностью. Будем надеяться, что нашим детям, которые придут в новом году в детский сад, будет очень комфортно и уютно. Администрация ОМО в течение 2012 года целенаправленно изыскивала возможность увеличения мест для дошколят. За год было открыто 6 дополнительных групп. Восстановлены и отремонтированы два дошкольных учреждения, в том числе «Цветочный сад», расположенный в 86-м квартале. В течение 20 лет его занимали многие организации. В последние годы здесь располагалась управляющая компания. Средства были затрачены значительно, поскольку эти детские сады достаточно большое количество времени были задействованы не по назначению. Пришлось и реконструировать, и восстанавливать, и делать капитальный ремонт, и полностью их оснащать. На этот детский сад, чтобы его отремонтировать, ушло 17,5 миллионов и 2,5 миллиона на оснащение групп. На эти средства выполнен капитальный ремонт всех помещений коммуникаций инженерных сетей. Обновлен и утеплен фасад здания. Буквально через несколько дней сюда выйдут специалисты территориального отдела Роспотребнадзора по городу Ангарскому району. Для того, чтобы исследовать микроклимат в этом учреждении, возьмут пробы воздуха, воды, горячие, холодные. Посмотрят вообще общие условия в этом детском саду. И по результатам этих исследований дадут нам добро на то, чтобы мы привели сюда ребятишек. В 2013 году администрация ОМО продолжит работу по комплектации детей в детские сады города. Приоритетной задачей остается максимальное сокращение очереди в дошкольные учреждения. И это было все, о чем мы успели вам рассказать. До встречи на следующей неделе. Спасибо Ангарску. На этой неделе немало приятных новостей, но были и ЧП. Так в Уссули-Сибирском произошло возгорание в здании местного курорта. Вся информация в материале наших коллег с телекомпании РТВ. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Главная новость этой недели в нашем городе – пожар на курорте Уссули. В ночь с четверга на пятницу там загорелось столовая. В результате пожара уничтожена пекарня и сильно пострадало историческое здание, которое построили более 200 лет назад. Люди не пострадали. Судя по всему, пожар начался именно здесь. В причинах его возникновения еще предстоит разобраться. По одной из версий не выдержала электропроводка. Впрочем, пока специалисты осторожны в своих высказываниях и официальные заявления последуют несколько позже. Искореженный металл, раскаленный до красна, тлеющие деревянные стены. Даже спустя несколько часов после начала тушения место огненной стихии дышит жаром. Густой дым скрывает ужасающую картину. Перекрытия рухнули под напором сначала огня, а потом воды. Судя по всему, оборудование безвозвратно потеряно. Вокруг того, что раньше было пекарня при столовой курорте Уссули, теперь сплошной ледяной каток. Воды в эту ночь никто не жалел. Чтобы усмирить огонь, пожарным пришлось немало постараться. Мы проснулись два часа от того, что, как сказать, огонь. Увидели огонь. Сразу окна у нас выходят на эту сторону, как раз сюда. Все соскочили от страха. Мы-то еще запереживали, что у нас здесь гараж, машина все же стоит. Соскочили. Время где-то было без пяти-два. Но уже крайняя пристройка. Там, видимо, сказали, что у них, я думаю, что складно. Там у них как пекарня, видимо. С той стороны загорелась. Она горела уже огненным. Уже было пламя. Уже огонь вовсю был. И минут через пять подъехали пожарки. Истинный масштаб этого происшествия прояснился с восходом солнца. Даже не специалисту ясно, что ущерб от пожара выльется в миллионы рублей. Примечательно, что пожар обнаружил не охранник. О нем сообщил усорчанин, который проезжал мимо курорта в столь поздний час. В час пятьдесят поступило сообщение о пожаре столовой, расположенной на территории санаторио Соли. К месту вызова были направлены подразделения 56-й пожарной части и 57-й федеральной. Значит, на момент прибытия данных подразделений горела кровля здания столовой. Была угроза перехода огня на соседнее помещение столовой. Данное здание деревянное, пятая степень огнестойкости, представляло собой определенную сложность, так как оно имело форму Г-образную. Без электричества осталось здание столовой и главный корпус. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, необходимо несколько десятков метров силового кабеля. Сразу после устранения пожара работники курорта вынесли из обеденного зала всю уцелевшую мебель. По словам представителей МЧС, жизнедеятельность курорта Усолье не остановлена. Сегодня здесь отдыхает 51 человек. Вопрос с питанием уже решен. Кормить отдыхающих будут в одном из городских кафе, поварая продукты с курорта. Когда столовая курорта вновь примет своих постояльцев, неизвестно. Временное неудобство, связанное с тем, что отдыхающим придется ездить, обедать на автобусе, похоже, продлятся не один месяц. По их словам, о пожаре в столовой у курорта они узнали только утром и с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Коллеги, вам слово. Я благодарю всех наших региональных коллег за то, что сегодня вышли с нами на связь. Хотели зрителям напомнить, вы смотрели программу «Середина земли Иркутская область». Мы выходим в эфир каждую неделю, чтобы рассказать о новостях региональных. На этом сегодня все. Я, Яна Романова, с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до встречи уже вновь через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин